Душ, вода есть, все работает. Далее есть раздевалка для девочек и мальчиков отдельные. Генеральный подрядчик ТО Баймен взялся за реконструкцию плавательного бассейна в городе Кентау в феврале этого года. Сегодня начальник участка Канад Исаев показывает съемочной группе то, что уже сделано. По словам подрядчика, все работы ведутся согласно проектно-сметной документации. Проектировкой объекта занималась ТО Атриум-Ас. За качеством работ следят специалисты технадзора. Бассейн для детей младшего возраста 20 на 10, его высота метр с небольшим. Рядом большой плавательный бассейн размером 50 на 20, высота 2,5 метра. Вода будет поступать через трубы, расположенные на дне бассейна, предусмотренные подогрев воды. Здесь есть своя котельная мощностью 600 киловатт. Из-за погодных условий строительство мы начали на месяц позже. Но сейчас идём по графику. Все работы проводятся согласно проектно-сметной документации. Основная работа завершена. Сейчас ведутся отделочные работы бассейна. Мозаика из Алматы. Затем приступим к установке пластиковых сидений. Они привезены из Караганды. Резиновые покрытия также завозим из Караганды. Металл, цемент доставляем из Шенкента. Заказчикам, отделам строительства Кентау, было предложено вместо площадки для прыжков в воду вышек построить открытый теннисный корт. Скоро кентаусские школьники смогут заниматься не только плаванием, но и большим теннисом. Для желающих заниматься другими видами спорта есть и закрытый каркасный тентовый ангар. Плавательный бассейн подрядчики обещают сдать уже в сентябре. У кентаусских детей будет возможность повторить успех своих старших земляков, чемпионов Олимпиады. Шенар Оразова, Монте Ульбеков, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.